Будет посвящен оценке тяжести ишемического инсульта по данным компьютерной томографии. Критерием и системой оценки тяжести ишемического инсульта у нас служит система оценки по аспекту И в рамках сегодняшнего занятия, вебинара, мы займемся разбором, что же такое это система оценки, аспект, какие бывают варианты. У аспекса бывают варианты. Я покажу вам, какие существуют сложности в применении шкалы, и мы поговорим об их причинах. Чаще всего вы их прекрасно знаете. Также мы вспомним анатомию головного мозга, что поможет нам разобраться в делении территорий аспекса и выделении их при оценке. Поможет нам понять, как правильно выделять территории. И мы очень хорошо потренируемся на парных кейсах. Я заготовила их достаточное количество. Надеюсь, вам будет интересно, полезно и наглядно. О том, как находить ишемический инсульт, мы все довольно хорошо знаем. Эти знания базовые, придаются нам в интернатуре, ординатуре и в большом количестве литературы они описаны. Это понижение плотности вещества мозга, которое мы можем видеть очень слабо и требуется тренировка для того, чтобы находить это. Исчезновение границ базальных ядер, исчезновение границ серого и белого вещества. Они становятся неизлечимы друг от друга на нативном сканировании. Эта территория может находиться в белом веществе, в сером веществе или вовлекать и то, и другое. Мы можем находить гиперденсивный сосуд, в основном это среднемозговую артерию, довольно хорошо видно, или базилиарную артерию гиперденсивную, и наличие кальциевых эмболов внутри сосуда, наличие атеросклеротических кальцинированных бляшек внутри сосудов артерий главного мозга, внутренней сонной артерии, среднемозговых артерий и позвоночных артерий. При исполнении дополнительной методики компьютерной томографической ангиографии мы можем находить участок акклюзии артерии непосредственно и наличие коллатерального кровотока. Это довольно большой комплекс разных очень слаборазличимых признаков, и для того, чтобы их хорошо находить, нужна хорошая тренировка, нужен опыт и насмотренность. Как все это еще будет соотноситься с неврологическими оценками шоколы и тяжести, и с течением времени, как все эти признаки будут изменяться, мы должны говорить на общем языке с неврологами. И существует несколько вариантов деления на периоды острого ишемического инсульта с различными изменениями, комплексами как на компьютерной томографии, так и на МРТ, и выделяют классификацию, разработанную для МРТ по АЛИН, где выделяют периоды ранний или острейший, в котором выделяют ранний, острейший, поздний, острый период. Смотрите внимательно, он длится целую неделю, и после него выделяют подострый период и хронический. Вот тут внизу есть на белом фоне периодика, которая является консенсусом неврологов о стадиях ишемического инсульта, в котором выделяют острейший период первые сутки, острый период первую неделю, и дальше начинается подострый период, который длится до трех месяцев. И здесь у нас у рентгенологов, лучевых диагностов, наши классификации начинают расходиться с клиническими классификациями. Что я могу на этом повод сказать? Нам просто нужно знать, что есть некоторые расхождения, и быть в этом осведомленным. И классификация, которая очень хорошо и долго циркулирует в российской литературе, которая упоминается автором Гонсалес, который острейший период выделен до шести часов, острый до суток, а подострая стадия начинается от суток и кончается на шестой неделе. Она уже не совпадает ни с неврологической клинической классификацией, ни с МРТ. Я очень хотела найти источник, первоисточник, эту работу, но мне не удалось этого сделать, несмотря на то, что в российской литературе она циркулирует довольно давно. Если вы сможете это сделать, пришлите мне, пожалуйста, до этой статьи. Я очень сильно, очень этого хочу найти. Что же такое Альберта Stroke Early City Score? Это шкала, разработанная в городе Альберта, в которой выделяют из территории средней мозговой артерии исключительно, из территории бассейна средней мозговой артерии, 10 территорий внутри. Деление границ между ними условно, анатомические структуры с их границами выделяют только внутри базальных ядер, потому что их довольно хорошо видно. А вот территории внутри лобной доли или височной и теменной доли уже условны. И я покажу вам, на какие анатомические структуры в виде борозд или щелей, фиссур, можно ориентироваться будет. В чем же сложности в применении этой шкалы? В том, что внутри 10 территорий паспекса наибольший вес 4 из 6 составляют довольно маленькие по своему размеру территории, которые расположены в базальных ядрах. Это ядра, чечевицеобразная, лентикулярная, это хвостатое ядро, это внутренняя капсула, которая, конечно, крайне важная структура, но структура очень маленькая. Это островковая доля, которая является структурной частью, височной доли. А вот большие по объему вещества мозга территорий уже составляют 6 баллов паспекса или 6 территорий. Очень важно смотреть, откуда вы взяли свою схему, которую вы пользуетесь в своей практической работе. Потому что схемы различаются. Посмотрите, первую, самую крупную картинку я взяла из радиопедии, и в ней территории выделены, но проигнорировано белое вещество. Оно в территории паспекса лобной и теменной долей почему-то не отмечено. Но есть и другие иллюстрации, которые показывают, что белое вещество оценивать тоже нужно при поражениях в среднем мозговом бассейне. Например, нижняя иллюстрация, где картинки более мелкие мозга, показано, что белое вещество тоже будет входить в оценку в территориях лобной доли и теменной доли. Внимательно относитесь к тому, какой схемой вы пользуетесь. Это важно, потому что в белом веществе лобной доли перевентрикулярно бывают ишемические инсульты, не захватывающие серовещества. Да, это маленькие лакунарные инсульты, но это тоже инсульты, и они тоже должны быть оценены по аспекту. В чем же сложности, помимо схемы, которую вы используете, в том, что это только исключительно бассейн средней мозговой артерии. Но бывает у людей вариантная анатомия, когда трифуркация передняя, когда средняя мозговая артерия и будет поражаться совместно с бассейном передней мозговой артерии. И тогда эта оценка будет сбоить. Это зависимость от качества картинки, которую мы анализируем, от того, насколько сильен износ аппарата, на котором вы работаете, насколько он старый, насколько хорошо там идет постобработка полученных сырых данных для построения реконструкций. Потому что оценка головного мозга, окна головного мозга очень узкая, и даже три хаунсфилда плотности будут иметь значение. Это, конечно же, артефакты движения, которые будут мешать нам оценивать территории, прилежащие в первую очередь костям. Это картикальные отделы лобной доли, как и базальные, и височные доли. Это сами по себе артефакты кости и основания черепа, если постобработка сырых данных с компьютерного томографа не очень хорошая. Если эти пересветы существуют на границе сред, на границе раздела кости и вещества мозга. Это в целом низкая плотность вещества мозга, особенно у пожилых людей с хроническим нарушением мозгового кровообращения. Территории с еще большим понижением плотности в ранний, в острейший период будет находить тяжелее. Для этого нужно пользоваться разными лайфхаками. Я вам их покажу. Это выделение территории и оценка их по аспекту, которые находятся на границе водоразделов, особенно на границе бассейна среднемозговой и переднемозговой артерий, или среднемозговой и заднемозговой артерий. Как их учитывать или не учитывать? Это, в принципе, низкое согласие между рентгенологами в оценке по аспекту. То есть воспроизводимость этой шкалы зависит от того, кто смотрит на это исследование. Если коллеги имеют высокий опыт и оба имеют опыт работы довольно долгий в региональном сосудистом центре, где постоянно производят лечение пациента с ашемическим инсультом, у них будет высокое согласие между собой. А если это исследование было оценено сначала рентгенологом с маленьким опытом, тем более, если он не работал в региональном сосудистом центре или первичном сосудистом отделении, а потом будет оценено специалистом с высоким опытом, то есть высокий шанс того, что их оценки и подсчет шкалы, тяжесть этой шкалы разойдется. На этот счет есть очень интересная работа нашей коллеги Полины Леонидовны. И я вас призываю почитать вот по этой ссылке, самый первый из всех, очень интересная работа о том, как же мы, собственно, врачи оцениваем по аспекту и какие причины приводят к тому, что мы смотрим по-разному на эту оценку и приходим к разным выводам. И существует модификация аспектов. Дело в том, что оценивать по аспекту можно не только нативную серию, но и компьютерно-томографическую ангиографию. То есть если в комплексе исследований нейровизуализации в региональном сосудистом центре или первичном сосудистом отделении по клиническим рекомендациям пациент подходит под сроки выполнения КТН-географии, а чаще всего так и произойдет, не пренебрегайте той возможностью, чтобы поставить мозговое окно просмотра на серию ангиографии и посмотреть на головной мозг в ней. Вы увидите, что границы территории поражения будут видны намного лучше. Я вам сейчас тоже покажу на примере, как это будет видно. В принципе, оценка по аспекту происходит как? Мы находим территорию, где понижены числа Хамсфилда, где сглажено или поселена граница серого и белого вещества, и вычитаем эти территории согласно схеме, которой мы пользуемся, из 10. Всего территорий 10, одна территория поражена будет 9, 2, 8 и таким образом. Примерно так же разработана шкала для задней циркуляции бассейна вертебра базилиарной артерии. Она, мне тоже эмпирически выделено 10 территорий, но единственное, что упустили, медиабазальное отдело височных долей. Я их здесь выделила и показала вам вот так. Они в оценку не входят, но затылочные доли имеют каждая по одному баллу, таламусы по одному баллу, мост, единая структура выделяется, если поражение у него 2 балла, мозжечок по одному баллу, продолговатый мозг тоже, соответственно, будет 2 балла. И всего суммарно 10, одно поражение, за исключением структур древнего ствола мозга и моста, каждая из территорий занимает по одному баллу. Какие же анатомические структуры помогут нам ориентироваться и не запутаться, как выделить территории внутри аспекса? Особенно важно, что мы часто ошибаемся с выделением границы между лобной долей и теменной долей. Граница между ними видна довольно хорошо. Это центральная борозда. Найти ее бывает несложно. Вот здесь анатомическая схема из всем нам известного, и я думаю, что под рукой каждого находящегося атласа и маэс. И срез. Найти ее, понять, что спереди от нее находится центральная извилина, позади постцентральная, и это и есть граница между лобной и теменной долей. У людей лобные доли бывают довольно крупные. А если укладка неправильная, и пациент завален затылком назад, отклонен, то граница эта будет смещаться назад еще больше. И здесь очень важно выровнять срезы и найти эту анатомическую структуру. Как же нам отделить височную долю от лобной? Это тоже довольно просто. Сильвия ващель служит нашим ориентиром, и в ней латеральная борозда. А вот как отделить теменную долю от височной? Может быть, очень не сразу получится у вас. Но есть тоже анатомический ориентир. Это поперечная височная борозда. Продолжение сильвии ващели, которое может вам помочь в выделении. Вот она же в сагитальных срезах, в аксиальных, простите. Ее так найти бывает непросто, и лучше ориентироваться сразу во всех трех плоскостях. Но благо у нас эта возможность есть. Просто не торопитесь в оценке, в подсчете, когда вы видите острейший ишемический инсульт. Конечно, у нас очень мало времени. Нам нужно оценить большой объем информации. Но качество этой оценки крайне важно. И правильность подсчета. Отделить затылочную долю от теменной тоже бывает иногда нужно. Потому что бывают границы водораздела. И здесь нам поможет и ключиком по ориентированию будет служить теменная затылочная борозда. Которая отделяет теменную долю от височной доли. Но как же нам отделить территории надъядерной от территории базально-ядерных? Это от территории М4, М5 и М6, которые входят в состав лобной доли и теменной доли. От территории М1, М2 и М3, которые входят в состав лобной доли и височной доли. У меня здесь есть собственный лайфхак, который я вам предлагаю. Границы анатомические между этими территориями согласно документации, согласно разработке этой шкалы, служит хвостатое ядро. Причем в некоторых источниках говорится о его головке, а в некоторых источниках говорится о целиком всей этой структуре хвостатое ядро. На компьютерной томографии бывает сложно выделить структуры внутри этой маленького ядра. Они все кажутся однородными. И поэтому я предлагаю такой ориентир, как прозрачная перегородка в зоне соединения тел боковых желудочков. Если у человека нет возрастной атрофии или гидроцефалии, эта зона, эта точка соединения тел боковых желудочков с прозрачной перегородкой будет находиться примерно на том же уровне, что и граница хвоста этого ядра. Если человек довольно молодой, найти боковые желудочки и границы никогда не будет сложно. Если человек пожилой, просто примеритесь и делайте скидку и поправку на гидроцефалию. Эта граница будет немножко не совпадать, но найти относительно нее уже в корональных срезах хвостатое ядро вам будет намного легче. Вот здесь схема территорий и красным пунктиром выделен мой ориентир. Попробуйте, может быть вам станет удобнее. Ну что ж, а теперь мы перейдем к разбору кейсов с рабочей станцией, тех, которые я для вас заготовила. И первый случай, здесь у меня лежат записки, я буду периодически опускать глаза вниз, в которых записан анамнез и важные данные, которые мне сейчас нужно вам рассказать. Первый случай, это мужчина 75 лет, и здесь представлены исследования при поступлении, нативная и серия ангиографии, и исследования после произведения тромболитической терапии. У меня нет никакого анамнеза о том, сколько времени от начала клиники, известен только полый возраст. И то, что ТЛТ все-таки мы провели. Смотрите, первый просмотр будет у нас обзорным. Какие признаки мы, в принципе, можем найти? Ну, возрастная трофея. Я думаю, что всем нам хорошо будет видно гиперденсную среднюю мозговую артерию. Это довольно надежный признак наличия окклюзии, наличия крови и тетрацитов, и железа в них. И сглаженность борозд в базально-ядерной территории и в височной доле. Но сколько территорий из 10 вовлечено? Только опыт сходу может нам сказать, что как минимум две. Это всегда хорошо видны островковая доля и полис височной доли. Но для того, чтобы ориентироваться быстрее и легче, существуют инсультные окна просмотра. Покопав литературу, я нашла их два, но их наверняка намного больше. И для того, чтобы упростить и ускорить себе работу, эти окна просмотра можно сразу себе модифицированные поставить в просмотровщики. Любой просмотровщик такой функционал поддерживает. И если сделать окно просмотра жестче, под ваш глаз, вам может находиться легче. Здесь у меня оно уже сразу выставлено. Смотрите, да, стало намного более зернисто и намного более неприятно, зато намного лучше стало видно вовлечение. Островковая доля, височная доля и базальные отделы лобной доли. Это уже три балла. Что же происходит в базальных ядрах? Лентикулярное ядро и внутренняя капсула тоже вызывают у нас большие вопросы. Так, а если поставить мозговое окно просмотра при ангиографии? Вот просто ангиография. Да, действительно, здесь есть окклюзия М1 проксимального сегмента левой среднемозговой артерии. Мало того, здесь есть окклюзия внутренней сонной артерии. И если мы будем анализировать ее всю, что, конечно, мы можем сделать, то мы найдем, что окклюзия начинается от устья внутренней сонной артерии слева. Итак, включаем мы мозговое окно просмотра на режиме ангиографии. И смотрите, поражена вся территория левой среднемозговой артерии. Все участки, все баллы мы можем зачистить. Это видно сразу при поступлении, при неизвестном каком количестве, конечно, времени от начала, но уже сразу. И несмотря на то, что тромболитическая терапия была выполнена, смотрите, что мы видим на контроле. Вот это изображение у нас первые сутки после лечения. Это вся территория, абсолютно полностью вовлечены в височные доли, и теменная доля, и лобная доля, и весь базально-ядерный, все территории базальных ядер. Мало того, наблюдается отек мозга при инсультах большого размера, которые занимают много территорий. Это довольно частая история, и такой отек называется злокачественным. Особенно, если он при этом еще и с утяжелением клиники происходит. Если вы в литературе встретите такой термин, не пугайтесь. Это не означает, что это онкологический процесс, а означает, что очень тяжело текущий процесс поражения мозга при инсульте. Видите, что здесь нет ликварного резерва, который есть при атрофии мозга с противоположной гемисферой, которая не была поражена. Здесь субарахноидальное пространство сдавлено. Это говорит об отеке, о его большом масштабе. Соответственно, по нативной серии аспектов мы можем поставить 7. Мы видели поражение М1. Совершенно ясно поражение островковой доли и полюсовесочной доли. М1, М2 и И. Можем сомневаться и выставить поражение лентикулярного ядра, щечевицеобразного. Это 6 баллов. Это означает возможность проведения тромбоэкстракции или тромбоэкстракции, если это региональный сосудистый центр. И есть оснащенные операционные и подготовленные хирурги. Здесь провели только тромбоэкстракцию терапию, но оценка по серии КТН-географии аспектов показывает нам, что территория поражена намного хуже. Это 0 баллов, и такой пациент бесперспективен для лечения эндоваскулярного и сомнителен в пользе лечения тромбоэкстракции терапии. Ну и исход, в общем, подтверждает. Слава богу, не произошло геморрагической трансформации. Так, это номер 1. Следующий случай, это мужчина 76 лет. Есть чуть-чуть побольше информации. У него подозрение на поражение в правой среднемозговой артерии, при этом у него есть рак предстательной железы. И сформулирован был также клиницистами вопрос, не метастатический ли это процесс. У него уже был инсульт в вертебробузилярном бассейне. И мы тоже смотрим КТ при поступлении и КТ-контроль. Обзорный просмотр сейчас. Немного артефактов движения, но, к счастью, качество изображения позволяет чуть-чуть оценить. Сейчас я сдвину, чтобы не перекрывало. Вот сюда. Структуры. Но, так как я вам показываю сразу и контроль, вам становится ясно, что искать там нужно в вертебробузилярном бассейне снова и в правой задней мозговой артерии, в ее бассейне. И эти очень тонкие признаки сглаженности серого и белого вещества, потери дифференцирации, можно найти, только зная, куда смотреть. Но это стандартное кнопо осмотра. А если мы включим специализированное, то становится видно сразу наглядно и довольно хорошо. Пользуйтесь этим. Это несложно. Ну и, конечно, киста. Заодно это инсультное окно просмотра дает нам возможность увидеть гиперденсную заднюю мозговую артерию справа. Ну, это приблизительно та же территория поражения. Это и ее должно быть поражение. Если мы вернемся к исходному окну просмотра и поставим здесь проекции максимальной интенсивности, специально для этого я даже для вас построю рендер, ну, точнее, эмпиар реконструкции. Это тоже тот ход, фишка, которая может помочь вам в поиске гиперденсной артерии. Постройте проекцию максимальной интенсивности, и вам, может, намного легче и быстрее станет находить эти участки. Вот здесь. Это P2, сегмент правой задней мозговой артерии. Вот здесь. Ну, и контрольное исследование, которое показывает нам, что территория, конечно, созрела, что здесь есть понижение плотности, очень хорошо видна граница, демаркация всей территории. Что же у нас может происходить в таламусе? В общем-то, это тоже бассейн задней мозговой артерии, поэтому пропустить там тоже довольно легко. Здесь мы видим, что поражение есть и в таламусе. Но здесь инструкт на окно просмотра нам ничего, собственно, не давало. Оно давало нам только височную долю и затылочную долю. Помните, я вам уже сказала о том, что медиабазальное отдело височной доли в оценку по PC-аспектс или по Stereo Circulation Aspects входить не будут. Соответственно, здесь будет недооценка поражения именно из-за недостатков этой шкалы оценки. Здесь всего лишь Accipital Lob, то бишь 9 баллов по PC-аспектсу, но на самом-то деле территории больше. И таламус в итоге тоже был вовлечен, хотя это нам видно не было. Следующий. Здесь размах между нативом и контролем составляет большое время. Эта женщина просто поступала дважды, и это ее архивное исследование. Сначала это исследование было хронологически, а потом вот это. Между ними 5 месяцев. Итак, это женщина-сельский житель, ей 83 года. Она жаловалась на головокружение, что она не может вспомнить некоторые слова, и испытывала слабость в правых конечностях. При этом есть анамнез довольно четкий по времени, что она заболела утром остро, то есть исследование произведено через 9 часов от начала клиники. Она пошла ухаживать за животными в курятник, там она упала, у нее закружилась голова, и ее внук довез до региональной больницы, которая там находится. С той же слабостью в конечностях справа, и плохой артикуляции, плохо разговаривает. При этом никакой информации о ее онкологическом процессе нигде не упоминается. Вопрос о наличии онкологического заболевания и метастаза в головной мозг был сформулирован только на контрольном исследовании, которое было исполнено через 5 месяцев по повторяющейся такой же клинике. То есть невролог спустя 5 месяцев уже говорит о наличии сенсорной фазии и умеренном правостороннем гемипарезе, который был тогда и повторялся спустя 5 месяцев. И единственное, был вопрос сформулирован, есть ли метастаз. Итак, при первом исследовании качество его не очень хорошее, я за это извиняюсь, это моя удаленная работа. Здесь есть и двигательные артефакты, и не очень хорошо исполненное само сканирование со срезанными костями свода черепа. Но, тем не менее, головной мозг в исследовании попал. И на первый взгляд ничего, кроме хронического нарушения мозгового кровообращения, его признаков, фотографических изменений, возрастных, мы сказать и не можем. Только опытный взгляд и только знать, куда смотреть, потому что у нас есть уже и контрольное исследование, позволяет нам очень хорошо акцентироваться и присмотреться к правой теменной доле. Мы видим, что здесь борозды довольно хорошо выражены, и хоть мы плохо видим из-за двигательных артефактов и качества исследования, износа аппарата, границу серого и белого вещества, то здесь мы не видим эти борозды. Здесь субарахноидальное пространство потеряно, оно сдавлено. И только этот признак в соответствии с предоставленной клинической информацией о 9-часовом ишемическом инсульте в левой среднемозговой артерии может помочь нам ориентироваться, что же происходит в этой территории. Если мы включим инсульт на окно просмотра, оно нам покажет эту территорию еще лучше и проще. Ну и контрольное исследование спустя 5 месяцев при повторной клинике ишемического инсульта показывает нам, что здесь уже сформировалась киста. Это та же самая территория, она просто уже давно созрела. Но есть и плохие новости. В прошлый раз, в прошлые 5-месячные назад исследования не было никаких метастатических поражений в головном мозге, а теперь они отлично видны. Вот эта солидная масса, эта ткань не принадлежит мозгу, это видно, где вокруг него перифокальный отек, есть и подобный и с другой стороны, вот с хорошо выраженным перифокальным отеком. Изменения. Какой-то онкологический процесс с метастазами в головной мозг. Чаще всего так поступает рак легкого или молочной железы. Молочная железа при этом имеет вариации, но вот рак легкого может. Так что, несмотря на качество сканирования, на износ аппарата, на сложности, в оценке исследований с двигательными артефактами, в применении инсульта хокон просмотра и знания клиники, и сформулированный запрос клинициста на территорию может нам помочь ориентироваться. А еще смотрите внимательно на глубину борозд мозга. Это тоже хороший признак, который нам поможет определить территорию поражения. Следующий случай. Тоже качество исследования хромает. Первые приблизительно 8 исследований, это исследования с моей удаленной работы. Там крайне мало было информации, которая сформулирована клиницистом, передана нам в систему. Прямого контакта между неврологом и рентгенологом нет. Поэтому все, чем обладаю, то вам и рассказываю. Но следующий в конце случаев будут из моей работы с раковой больницей. И там полная информация, и все этапы нейровизуализации. Даже те, которые сейчас не входят в наш вебинар, но тем не менее для наглядности я вам продемонстрирую интересные подробности. Это мужчина, ему 81 год. Тоже нет ни времени от начала, ни подозрения на территорию, только то, что это подозревается острый ишемический инсульт. Качество исследований с артефактами, с двигательными, с затруднением оценки, видите, какой дает пирамида височных костей пересвет на оценку височных долей. Но тем не менее, думаю, что коллеги вы уже заметили, полюс височной доли, островковую долю с правой стороны, потери дифференцировки серого-белого вещества и понижения плотности. И гиперденсную правую среднемозговую артерию. Здесь есть бляшки, очень хорошо кольцефинцированные, яркие, в правой внутренней сонной артерии. Я бы сказала, что я тоже соглашаюсь с тем, что есть поражение в полюсных отделах правой лобной доли, но чтобы проверить меня и согласиться или не согласиться, мы включим инсульт на просмотр. Номер 1 и номер 2. На всяком случае, часть из М1 территории точно будет вовлечена. Но что же происходит в базальных ядрах? В базальных ядрах тоже есть вовлечение, это тоже будет лучше видно в инсультных окнах просмотра. Это внутренняя капсула, лентикулярное ядро, чечевицеобразное. Хвостатое ядро, скорее всего, не вовлечено, но это говорить сложно. И таким образом, это территории М1, М2, инсула и внутренняя капсула. Получается 6 баллов по аспекту. Ну что происходит? На первые сутки. У нас нет информации, какой метод лечения был применен. Применили ли тромбоэтическую терапию, применили ли селективную ангиографию со стромбоэкстракцией. Ничего про это мы сказать не можем. Но территория поражения становится намного лучше домаркирована, несмотря на жуткие артефакты движения. И что мы видим? Включение гипертенсивное. Внутри территории поражения. Почти никакой границы субарахноидальных пространств здесь нет. Все сдавлено, все борозды сдавлены. Остается гипертенсивная внутренняя сонная артерия, среднемозговая артерия с этой же стороны. Как это оценить? Очень важно знать, какое лечение было применено, потому что есть феномен гипертенсивности после введения контрастного препарата. Это нередкая штука при большом количестве введения контраста после наших рентгенологических, радиологических методов, так и после селективной ангиографии. Потому что суммарно на обе эти процедуры, которые производятся в довольно короткий промежуток времени, будет вводиться много контраста. Контраст нейротоксичен. К тому же в этих территориях поврежден гематоэнцефалический барьер, что создает предпосылки для протечки этого контраста в межклеточное пространство. И поэтому мы будем видеть вот такие гипертенсивные скопления. Очень важно спросить, что было сделано. Потому что если контраста не вводили, то это геморрагическое скопление. Это петахиальные геморрагии. Сливные они или не сливные. Есть классификация, даже две. О том, как оценивать геморрагические трансформации ишемического инсульта. Я вас прошу погуглить это самостоятельно. Есть множество материалов. Этому, возможно, мы посвятим другой материал, разбор. И есть именно протечка. Я это так называю протечка, гипертенсивность после введения контрастного препарата. Она при этом может содержать в себе кровь. Но как отличить эти процессы? Геморрагическую трансформацию, протечку и одно и другое вместе. Только динамика. Самый простой, дешевый способ это повторить компьютерную томографию, контроль еще через сутки. Контраст довольно быстро вымоется из межклеточного пространства и останется только геморрагический компонент. Если у вас есть возможность в стационаре, в котором вы работаете, маршрутизации, контроле ишемического инсульта, они в разной тяжести состояния. Некоторые, конечно, на ИВЛ это не получится. Но если возможно выполнять контроли все на магниторезонансной томографии, то гипертенсивность, этот йод в межклеточном пространстве мешать оценке не будет. Хорошо будет видно геморрагические скопления на последовательности ХМРТ. Ну и если уж вы в очень крупном и очень оснащенном учреждении работаете, то имеете такую возможность выполнять двухэнергетическую компьютерную томографию на нативном сканировании при контролях. То есть если после лечения такая возможность есть, то выстроение кат энергетических по йоду и по крови у вас возможно, то это тоже хороший надежный признак отличить одно от другого. Дешевле всего, проще всего, по моему и нашему опыту в нашем стационаре, это повторить контроли еще через сутки. И после этого уже высказаться, гипертенсивность ли это связана с контрастом или это геморрагическое скопление. Следующий. Это женщина 68 лет. У нее заболело острое головокружение. И здесь известно время от начала, что 4,5 часа. Причем ангиография и нативное сканирование были тоже между собой разнесены по времени довольно сильно. То есть сначала выполнили нативное сканирование, затем почему-то решили сделать компьютерную томографическую ангиографию. Не сразу это все провели. И здесь мы будем сравнивать это именно системы оценки по нативному сканированию Aspects, как она была разработана, и KTA Source Image Aspects. То есть у нас есть только эти исследования, нету первых суток контроля, только разница 4,5 часа между нативом и ангиографией. Ну я думаю, что вам, как и мне, заметно, что есть гипертенственная среднемозговая артерия. Причем это территория развилки. Внутри среднемозговой артерии выделяют сегмент. Проксимальный сегмент M1, который до отхождения базально-ядерных артерий, лентикулостриарных. Их видно очень плохо, они очень тоненькие. И лучше их видят на селективном географии, чем мы их можем видеть. Это для нас тоненькие такие пенечки. После того, как начинают отходить эти артерии, выделяют M1 сегмент дистальный. А вот развилка, когда начинают отходить три главные ветви среднемозговой артерии, это отдельная территория, которую важно выделить обязательно. И ветви M2, какая-то из них отдельная, или все сразу, тоже надо охарактеризовывать. Дистальные M2 уже выделять сложно. Там больше 20 сегментов, и это территория M3. Следующая генерация ветвей. Там находить окклюзии довольно тяжело. Не требуется большой опыт. Так вот здесь мы видим развилку и устья главных ветвей M2 сегмента правой среднемозговой артерии. Есть ли еще проксимальные? Сейчас мы посмотрим на географию. Ничего не понятно. Кажется, насмотрев предыдущих случаев и посмотрев на мою систему оценки, что есть вовлечение островковой доли. Служда. Я вас понимаю. Опасно. Включаем инсультные окна. Да. Часть, во всяком случае, прилежащая прямо к гиперденсной среднемозговой артерии, точно будет с понижением плотности и с потерей дифференцировки территорий серого-белого вещества. Другой окно просмотра чуть-чуть поприятнее глазу, чуть-чуть менее рябит и то же самое нам показывает. Перейдем к мультипланарным реконструкциям и для еще более лучшей удобной оценки я добавлю слэб для того, чтобы вот этих шумных артефактов стало поменьше и смотреть было полегче. Я надеюсь, вы, как и я, лучше стали видеть территорию поражения. То есть применение инсультных окон вместе с усреднением и утолщением слэбов для просмотра тоже хорошо работающий лайфхак. Что же происходит у нас выше? Вроде как М4, 5 и 6 над ядерной территории не демонстрируют поражение. Но полис височной доли вызывает сомнения. Как и у меня, в общем, всегда бывает такое обострение к базальным отделам лобной доли к М1 территории. Близко кость, и здесь всегда кажется мне, что плотность низкая, и я смотрю очень внимательно. Часто еще и ставлю дополнительные кружочки роя для промера, если сомневаюсь. Так вот, если мы посмотрим на ангиографию, для начала мы посмотрим, где же в общем эклюзия, то мы увидим, что здесь действительно, что это М1 дистальный, который мы изначально не видели, он тоже вовлечен. Развилок М2 тоже вовлечен. Сейчас построим для вас мультипланарные реконструкции. Ну, вот здесь. При этом ветки М2 территории мы видим, кажется, все. Это хороший признак и хороший знак для пациентки, потому что коллатеральный кровоток у нее хорошо тренирован и компенсирован. Итак, ну, если мы включим мозговое окно просмотра для серии ангиографии, то что мы начинаем видеть? Здесь я тоже сделаю для вас мультипланарные реконструкции и усреднюю для того, чтобы сделать зернистость менее раздражающей. Мы будем отлично видеть поражением два территории, которые нам не было видно при обычном нативной серии сканирований. Височная доля тоже будет вовлечена. Как островковая ее часть отлично видно, смотрите, насыщение йодом великолепно дает возможность увидеть границы территории, так и ее полюсный отдел и лобная доля тоже. Четыре с половиной часа разницы между сериями. Ну и надъядерные территории не демонстрируют такой штуки. Следующий. Это мужчина 86 лет, тоже никакого нам не занят. Есть только два изображения, причем между ними разница 8 суток, то есть здесь не первые сутки, а первые и восьмые сутки. Неделя, то есть острейший период и уже острый период. Тоже у нас не очень хорошее качество изображения, у нас есть артефакты, у нас плохая укладка. Насчет укладки, ровно по остеометальной линии редко лаборанты, когда укладывают, они за этим не следят, потому что знают, что у нас есть возможность выстроить оси по нашему вкусу. Я думаю, что вам хорошо стало заметно после этой тренировки поражение островковой доли и лобной доли. Здесь, из-за не очень правильной укладки, как раз это понижение территории и границ серого и белого вещества становится видно лучше, потому что здесь нет пересвета от основания лобной кости. Но вот от височной дальше из-за этой укладки видно как раз хуже становится. Так, мы подозреваем, что у нас есть два, две территории правой и среднемозговой артерии, я думаю, что все вы заметили это гипертенсивность правой и среднемозговой артерии, причем высоко, это одна из веточек М2. И мы добавим информацию, посмотрев в инсультных окнах, М1, островок, является ли это М4 или это все-таки еще М1. Сейчас мы построим корональную серию и посмотрим границу. веточную сетку, ationн, которые мы видим, мы получаем стоимость, и посмотрим на все веточные сетки. Продолжение следует... Нам нужна головка хвостатого ядра для того, чтобы ориентироваться. Сейчас я вернусь в обычное окно просмотра. Нам нужна головка хвостатого ядра для ориентира. У этого человека нет гидроцефалии. Есть очень слабо выраженная атрофия. Если я уберу оси, то покажу вам, что вот здесь я вижу хвостатое ядро. Я не вижу границы между его головкой и всеми остальными частями, но я вижу, что вот комиссура, соответственно, соединение прозрачной перегородки и тела боковых желудочков. Если я поставлю на него перекрестие, то я увижу, что приблизительно почти совпадает верхняя граница хвостатого ядра с этим местом. Поэтому ориентир сработал. Итак, что же мы будем видеть, если мы включим здесь инсультное окно? Что поражение вовлекает как М1, так и М4. Оно выше границы головки хвостатого ядра. Ну и контрольное исследование спустя 8 суток, то есть 8 сутки, острый период, не острейший, эту территорию хорошо домаркирует. И следующий. Это уже исследование из нашего стационара. Информации будет довольно много. Почти вся. Эта женщина 86 лет, утром не вышла на связь. То есть она живет одна и с родственниками общается, когда они к ней приходят, либо по телефону. Так вот, она не вышла на связь. Родственники вызвали помощь и вскрыли квартиру, в которой она жила. Обнаружили ее на полу. У нее отсутствие движений в левых конечностях. Обнаружили ее и доставили приблизительно через 10 часов от последнего контакта. То есть есть какое-то ориентировочно точное время. При этом под я смотрю невролога, иначе СС составил 14 баллов. Есть все серии нейровизуализации, я вам даже перфузию покажу, отстроенную уже. Это нативная серия, ангиография, перфузия и контроль на первые сутки. Сразу скажу, что тромбоэкстракцию ей провели, она была на нее отобрана, и отсутствие движений в левых конечностях. Подозревается, что бассейн правой среднемозговой артерии, но бывает, что у невролога бывают затруднения. И территории, а не подозревающие, могут перепутаться с реальным поражением в вертебропатиллярном бассейне. Это ничего страшного, это довольно тонкий момент диагностики клинической. Так вот, здесь мы видим, что есть понижение плотности таламуса правого. И очень гиперденсная и широкая, шире, чем обычно в норме, базилярная артерия. Есть невнятные признаки снижения дифференциации серого-белого вещества в затылочной доле справа. И вроде ничего страшного в мозжечке. То есть таламус, затылочная доля, все это правая задняя мозговая артерия. И при этом есть расширение, которое может предполагать, что там есть аневризма и гиперденсивная базилярная артерия. Ангиография выполнена сразу. У нас нет задержки, если пациент подходит по критериям для проведения нейровизуализации как ангиографии, так и перфузии. То есть при поступлении в наш региональный сосудистый центр идет сообщение от скорой помощи к неврологу. Невролог сообщает по телефону нам в кабинет, у нас готов шприц. И если катетер установлен скорой помощью, годится для периферической вены, ее состояния для проведения этого исследования, то исследование производится сразу. И весь хронометраж нейровизуализации занимает 10 минут. Но бывает требуется переустанавливать катетер, это задерживает все, но обычно мы все делаем довольно быстро. Я здесь разверну окно и покажу вам, что есть аневризма базилярной артерии. Очень интересная колатеральная сеть в подзатылочном сплетении, причем это и артериальная сеть, и венозная сеть. Но почему я вам потом отдельно покажу, что там не так. Сейчас я для вас объясняю, что есть окклюзия правой задней мозговой артерии. И, соответственно, поражение таламуса и затылочной доли с правой стороны вызвано этой окклюзией. Если поставить мозговое окно просмотра, то демаркация территории, точнее демаркация, а для нас, нашему глазу, границы будут видны гораздо лучше. И таламус, и затылочная доля, и медиабазальное отдело височной доли. Здесь мы поставим потолще слэп, чтобы избавиться от шума при просмотре. И увидим, что, возможно, и мост тоже будет вовлечен. Правая его половина. Вот такая территория намного лучше и больше, чем мы можем видеть при обычной нативной серии. Что же касается этой коллатеральной сети. На это внимание в запаре не обратили тогда. И что здесь дополнительно есть венозный тромбоз. Но он уже довольно старый хронический тромбоз. Есть какая-то естественная реканализация правого поперечного синуса, сигмовидного синуса. И мы не видим внутренние ремные вены с этой стороны. Если здесь мы видим довольно хорошо, то здесь вообще не видим. При этом там был установлен центральный венозный катетер. И это артериальная и венозная сеть, вот это коллатерали, от бассейна наружной сонной артерии и ее затылочная ветра. Здесь есть даже место сообщения в три сегмента правой позвоночной артерии с этой затылочной ветвью наружной сонной артерии, коллатеральный кровоток. Итак, перфузию я вам покажу для того, чтобы потом вам стало понятно, какова была реальная площадь территории. Она была большая. Есть и таламус поражения, и затылочная доля. При этом ядра ишемии нашлось оно только в таламусе из всей этой территории, несмотря на то, что уже прошло 10 часов от начала. Вертобромазилиарный бассейн довольно благодарный к этому. Ядро может созревать дольше, чем могло бы оно созревать при поражениях передней циркуляции. Пациентки выполнили тромбоэкстракцию. И с правой задней мозговой артерией 12 часов от начала, то есть 2 часа, происходила маршрутизация. Внутри нашего стационара это довольно долго. И извлекли красные тромбы в небольшом количестве. С реканализацией оценка по treatment and cerebral ischemia в шкале 2b3, то есть открыли более половины ветвей этого бассейна правой задней мозговой артерии. И смотрите, какой, в общем-то, хороший результат. То, что было ядром, уже никуда не ушло. Это осталось. Это созревшая территория ишемии. Но мы видели, какой был масштаб. Это весь бассейн правой задней мозговой артерии. И даже учитывая, что медиабазальное дело височной доли, в PCI-спец мы оценить и включить не можем. Кроме, извиняюсь, мозжечка. Гемисфера мозжечка не была вовлечена. Так вот здесь уберегли все, что могли уберечь. И созрело только то, что уже неминуемо бы созрело. Это очень хороший результат эндоваскулярного лечения. Следующий. Тоже пожилая женщина, 88 лет. Со слов бригады СМП, она перестала утром разговаривать. Приблизительно 3,5 часа от поступления она перестала разговаривать. Контактировать. У нее пропали активные движения в правых конечностях. При поступлении оценено как глубокое оглушение. Бассейн подозревали левый и средний мозговой артерии. Оценка по НХСС 24 балла. Это тяжелая клиника. Она тоже была отобрана на тромбоэлитическую терапию. И даже на тромбоэкстракцию тоже. То есть использовать все арсеналы, весь региональный судистого центра можно. Как сочетать тромбоэлитическую терапию с тромбоэкстракцией. Как вот в этом случае. Здесь очень интересно, что ангиографию здесь выполнили не вполне многофазную, но здесь выполнено 2 фазы. Выполнять ангиографию можно однофазно, так и многофазно для оценки коллатерального кровотока. Это может иметь свои преимущества эта оценка. И какие я вам покажу. Хронические ишемические изменения головного мозга, низкая плотность. И думаю, что нет затруднений теперь в оценке островковой доли, лобной доли. Видите, какая разная глубина бороста и потеря границ серого и белого вещества, левой теменной доли. Чем выше, тем лучше мы это начинаем видеть. Но если мы сомневаемся и не уверены в границах, используем возможные и доступные средства. Как инсультное окно первой вариации, которая нам показывает, что поражение практически всего бассейна левой среднемозговой артерии, кроме базальной ядерной территории, так и вторую модификацию. И гиперденсивную левую среднемозговую артерию, как в проксимальном М1, так и в дистальном отделе. И непосредственно сразу выполненная кота-ангиография. Тут ранний период ишемического инсульта, 6 часов не достигший, это 3,5 часа от начала, поэтому не показано выполнение кота-перфузии, правильно ее не делали. Кота-ангиографию вот в мозговом окне просмотра я вам показываю. Она показывает нам, что есть вовлечение базальной ядерной территории. Оно не очень хорошо видно в нативной серии, но кота-ангиография позволяет нам добавить к баллам, или вычесть скорее уже получается, утяжелить оценку, добавив в лентикулярное ядро и внутреннюю капсулу. Как минимум еще минус 2 балла. Что же касается ангиографии брахиоцефальных артерий. И преимуществ многофазной серии. Обычная ангиографическая ранняя артериальная системная серия дает нам возможность увидеть, что есть поражение не только в среднем мозговой артерии, отсутствие коллатералей, ну и вообще поражение внутренней сонной артерии с левой стороны. Мы не видим ее ни в канале, ни в С1 сегменте. При этом как-то очень странно, не полностью в виде затухающего контрастирования, как вот свечка горит, мы начинаем ее видеть в С1. Чуть-чуть дальше после устья. Я вам покажу в пиарах. Вот так. Но у нас есть и вторая серия. Она выполнена через 40 секунд. Сейчас она у нас должна уступиться. Вот. Странно. Кажется, у меня что-то пошло не так. Тем не менее, отсроченная серия на 40 секунде дает возможность увидеть, что контраст достигает черепной ямки медленно и не очень интенсивно. И это означает псевдоклюзию. Настоящая окклюзия намного выше, чем мы можем увидеть по первой ранней серии. По ней мы можем судить, что это где-то выше устья, где мы дальше перестаем видеть контраст. Но как-то не очень внятно, как тикет он там, не тикет, то ли там такой большой стеноз. Оказывается, этот феномен замедление потока контраста в артерию, закрытую выше по кровотоку. Называется псевдоклюзией. И диагностировать ее можно использовать срочные серии сканирования, как 40 секунду, так и используя МРТ. Ну, МРТ для экстренной диагностики при ишемическом инсульте мало где использует. Но это еще и хороший способ дифференцировать эту патологию от диссекции. Именно магнитно-резонансная томография. Обращайте внимание на подобный паттерн контрастирования при ангиографии и смотрите выше по кровотоку в этой артерии. Она была отобрана на тромбоэлитическую терапию. И после этого и даже выполнили тромбоэкстракцию. Нашли окклюзию. С7 сегмента левого внутренней сонной артерии в виде тромбонаездника на уровне бифуркации передней и средней мозговой артерии. То есть это как раз окклюзия, которая на самом деле находилась здесь. А не там, где затухало медленно контрастирование в шейном экстракраниальном отделе левой внутренней сонной артерии. Запомните, пожалуйста, этот паттерн. И на контрольном исследовании все пошло, конечно, не очень хорошо. У нее было тогда извлечены красные тромбы в большом количестве, но реканализации достичь не удалось. Повторная попытка, еще раз много тромбов. И тем не менее восстановили кровоток не полностью, ТИЦы 2Б. Но потом, видимо, это не помогло, потому что территория созрела вся. Бывает ин-ситу тромбоз повторяющийся, бывают повторные боли. Есть много причин, почему это может произойти. И вот феномен гипертенсивности после введения контраста. Дифференцировать это поможет контрольная компьютерная томография еще через сутки. Так, мы приближаемся уже к концу разбора, осталось не так много случаев. Это очень сложный случай, потому что здесь требуется внимание от врача, который работает на приеме, его опыт, его концентрация. Это женщина 79 лет, и она уже не первый раз переносит шимический инсульт. Здесь тоже выполнены все этапы нейровизуализации. Она живет не одна, и за ней смотрит ее дочь, которая отмечает изменения в ее состоянии. Так вот, женщина пожилая, уже слабоходящая после инсультов, и у нее была нарушена речь, но родственники ее понимали. Она пыталась разговаривать, родственники как-то с ней находили контакт, и в этот раз она еще хуже стала говорить, чем было. У нее стало нарушение речи более тяжелое, чем было, и у нее наросла слабость правых конечностей. После чего у нее, после предыдущих-то инсультов, у нее уже был правосторонний гемипорез, но она ходила при помощи родных, при помощи средств специальных, и помогла, какие-то просьбы понимала. А здесь она перестала говорить, отвечать, и у нее еще больше стала слабость в левых конечностях. Но привезли ее довольно не сразу, 7 часов от начала клиники. Вот последствия. Они перетягивают на себя внимание полностью. У нас спрашивают снова про бассейн правой средней мозговой артерии. И это киста слева. Есть массивная кальцинация, атрофические изменения в мозге. И очень тяжело найти что-то свежее сходу. Тяжело всем было, и даже опытным врачам. Здесь помогают остальные этапы нейровизуализации, не только нативная серия. Вот если мы включим инсультные окна просмотра и попробуем найти, то никакой особенной разницы не находим. Включим другое. Тоже ничего особенного. Поможет ли нам КТН-география? Можем заостриться на островковую долю. Но могу вам сразу сказать, нет, там не было поражения. Но нам даже КТН-география, даже если ее очень пристрастно смотреть, не дает особенной помощи. Если только... Я вам покажу уже само место, точное. Потому что точку здесь поставила КТ-перфузия. Где на самом деле было поражение? Очень-очень слабая, очень-очень деликатная территория, понижение дифференциации белого вещества. Серая тоже, но большей части белого, правой теменной доли, надъядерная территория. Это М5. Почему было плохо видно? Перфузия раскрывает ответ на этот вопрос. Она, во-первых, нам ясно показывает, где. Видно, где полыхает у нас задержка прибытия контраста, высокое сопротивление перед участком доставки, соответственно, долго идущий туда контраст. Параметрические карты обозначают ярким цветом. Территорию ядра, то есть где понижен объем мозгового кровотока, карты будут обозначать синим цветом, и здесь ее нет. То есть в этой территории есть задержка прибытия контраста, но нет территории созревшего ядра. И так как нет субстрата вазогенного отека, есть это токсический, несмотря на довольно долгий период. Но, видимо, наличие коллатерали здесь все-таки спасает эту территорию, и поэтому нам сложно ее различить на всех этапах до перфузии, как нативной серии, так и серии Ангио. Не пугайтесь, если вам будет сложно на первый этап, это требует просто опыта. Смотрите, пересматривайте весь свой архив, если вы работаете в региональном судистом центре или первичном судистом отделении. Просто нужно насмотреть. И здесь ретроспективно оценивая и зная данные, которые показала нам КТ-перфузия, мы можем посмотреть, где, собственно, была окклюзия. Я здесь уже не буду вас мучить воспростроением в осях, сразу покажу вам стрелочкой. Вот это веточка маленькая и довольно дистальная. То есть это уже следующая генерация ветвей после М2, это окклюзия М3 ветки правой средней мозговой артерии. Почти подобрались к концу, осталось два кейса. Это молодая женщина и тоже с очень странной историей. У нее слабость в правых конечностях, нарушение речи волнообразного течения. То есть нарушилась, потом ее отпустила. Она не хотела ложиться в больницу, она поступила в больницу, потом ей полегчало, и она категорически отказалась от госпитализации, несмотря на выполненную визуализацию вот этой серии, и ушла. Она пошла к неврологу, амбулаторный прием. Невролог ее отправил на магнитно-резонансную томографию, которую она выполнила где-то платно амбулаторно. Там ей диагностировали ишемический инсульт. И невролог, к которому она вернулась с этим МРТ, госпитализировала ее по скорой помощи. И спустя трое суток была выполнена повторная компьютерная томография с известным инсультом, потому что МРТ было не в нашем стационаре. По регламентам нужно выполнить компьютерную томографию, и, соответственно, ее пришлось повторить. То есть вот начальное КТ, где была клиника, вот через двое суток, третьи сутки, когда клиника уже продолжалась и уже верифицирована методом МРТ, и контроли. Контроли, причем, когда она уже была госпитализирована на отделении, опять с выполнением ангиографии. Зачем здесь я? Ответить на этот вопрос не могу. У меня нет этой информации. В общем, очень сложно найти что-либо на первом сканировании. Не знаю, в каком бассейне искать, и зная, что клиника регрессировала, женщина молодая, вопрос об инсульте был снят. Никаких изменений никто не нашел. Но если мы здесь применим инсультное окно, только что-то здесь может примерно показаться. А здесь уже очень сомнительно. Но контроль, который уже был в сверифицированном МРТ, и на третьи сутки от начала, показывает довольно хорошо даже в нативном мозговом окне территорию поражения. Это базально-ядерный инсульт, лакунарный инсульт, они такие называют. Но здесь больше, чем полтора сантиметра, два ядра вовлечено, даже внутренний капсул, даже три территории получается. Заподозрить это можно только очень сильно смутно, использовав инсультное окно и точно зная, где искать. Это тяжело. Ну и контрольное исследование, которое было выполнено, уже находясь в стационаре, я не знаю, что произошло, что потребовало выполнение ангиографии, но эта самая ангиография дает нам возможность построить КТА Source Image Aspects и посмотреть на границы территории. Если мы будем заодно смотреть сюда, и сопоставлять, то, в общем, все территории подтверждаются. Ни шире, ни больше, ровно точно так же. И последний кейс. Это женщина, 67 лет, у которой wake up инсульт. Это когда точное время неизвестно, человек засыпал здорово, проснулся с клиникой. У нее было повышение артериального давления до 200 единиц на 110 единиц ночью, и она проснулась ночью с головными болями, с вот этим высоким давлением и слабостью. Она вставала в туалет, и родственники, в общем, этот факт заметили, что ей плохо, померили ей тогда давление, и она упала там в туалете со слабостью в ногах, и она расшибла колени. То есть там был еще осмотр травматолога при поступлении. Она нерегулярно пьет лекарственные препараты. При осмотре невролог выставил по тяжести на часа 7 баллов и клинически легкая дезортерия, левосторонний гемипарез и гемигипостазии. Здесь нет ангиографии, есть натив и контроль. Вас, может быть, вызывают вопросы левая внутренняя сонная артерия. Ответить на этот вопрос я сейчас не могу, но, скорее всего, да, тут аневризма. Что еще бывает? Сложно адаптироваться, когда исследования выполняются не просто на разных во временных отрезках, но еще и с разным качеством. Где-то шевелено, не шевелено, где-то разная укладка, но и на разных аппаратах. И у них разная визуально шкала серого. То есть кернел реконструкции не совпадают и яркости бывают разные. Вот это одна и та же голова, выполненная на разных аппаратах. Один более новый, второй более старый. Но дело только в том, что какова итерация, каковы физические параметры сканирования, они бывают разные на разных аппаратах. Это требует от нас знания этой физики метода и адаптации к картинке определенного аппарата. Я думаю, сейчас здесь, несмотря на мои сложности выражения мысли, вы меня хорошо поняли. Вот эта территория понижения у нас вызывает вопросы. Так, где она находится? Ядерно, базально-ядерно, надядерно или базально-ядерно. Ну и еще вот здесь. И на контрольном исследовании мы хорошо видим эту границу, которая помогает нам ориентироваться. Построим корональные срезы. Здесь есть гидроцефалия и, соответственно, уровень соединения тела боковых желудочков и головку хвостатого ядра совпадать будут не вполне. Мы делаем на это скидку. Видим, что нет. Это ниже нашего ориентира. Значит, соответственно, M2. И на этом я демонстрацию своих случаев заканчиваю. Я очень сильно жду ваших вопросов. Я надеюсь, вам было ясно. Или если не ясно, то я с радостью отвечу на ваши вопросы. А сейчас будет перерыв, короткий, на рекламу.